Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моём канале в YouTube, в плейлисте, в разделе «Век живи, век учись». Сейчас будет тема про хронический простатит, аденому, ну и переходящий рак. Коснёмся немного тоже. Значит, будет про общие сведения, да, важные, которые вам надо услышать и понять, знать каждому человеку, ну и, а потом, методики лечения, конкретные, чёткие, ясные методики лечения, которые действительно могут помочь, ну, собственно, слушать теперь всё внимательно сначала. Итак, хронический простатит – это воспалительное заболевание предстательной железы. Предстательная железа – это гормонально активный орган, который выполняет очень важную роль в жизни, ну, понятно, что мужчин, он поддерживает и психологическое, в том числе, и физическое здоровье разнообразное, способствует продолжению рода. Предстательная железа вырабатывает секрет, он обеспечивает жизнеспособность и подвижность сперматозоидов, создавая условия для оплодотворения. Предстательная железа участвует в выработке биологически активных веществ, которые регулируют мышечный тонус, ну, а также нормализуют обменные процессы в организме в целом. В железе происходит обмен мужских половых гормонов, влияющих на половую активность мужчин, ну, это понятно. Ну, и существует тесная связь между предстательной железой и яичками. При уменьшении функциональной активности простаты, обусловленной хроническими воспалительными процессами в основном, снижается активность яичек, что приводит к нарушению сперматогенеза и развитию бесплодия мужчины. А в последние годы это усиливается многократно применением матерями, родителями вообще, памперсов у мальчиков, когда идет усиленная влажность и температура повышенная, которая приводит впоследствии к бесплодию и формированию различных хронических инфекций, в том числе половых инфекций в первую очередь. Так вот, по данным различных авторов, от 20 до 90% мужчин старше 25 лет страдают в той или иной степени хроническим простатитом. Нередко этот хронический простатит может быть сопутствующим заболеванием у, например, пожилых пациентов при гиперплазии предстательной железы. В основе хронического простатита лежит всегда инфекция и застойные явления, а часто и то, и другое. Так вот, они приводят к септическому воспалению. Впоследствии с присоединением инфекции развивается аутоиммунный процесс характера заболевания, и воспалительный процесс приводит к перестройке сосудов, сдавливанию секретирующих желез предстательной железы и нарушению микроциркуляции кровообращения органа, также венозным застоем, снижением функции предстательной железы. Исследования последних лет подтверждают, что в основе хронического простатита лежит нарушение гемодинамики, а ведущим звеном в нем это изменение микроциркуляции в результате тромбоза вен. Знайте, что хронические простатиты – это первое, что называется, стадия. Потом, если не лечить, не вылечить полностью, будет аденома, ну а потом уже рак. Чтобы этого не было, нужно знать и лечить, пока это простатит. Так вот, длительно существующий воспалительный процесс, вот эти застойные процессы, рубцовые изменения, они приводят к нарушению нейрогуморальной регуляции половой функции. Также к нарушению процесса семиизвержения экуляции, то есть и процесса возбуждения. Это при долгом хроническом простатите. Значит, важное значение возникновения хронического простатита отводится состоянию вообще иммунной системы в целом. Так вот, при ослаблении защитных сил организма, патогенная микрофлора становится агрессивной и способствует усугублению течения данного заболевания. Причиной хронического простатита очень часто бывают бактериальные инфекции, такие как стафилококкс, трептококкс, хламидии, то есть протозоидные простейшие организмы. Они попадают в предстательную железу с током крови, лимфогенно восходящим путем и из мочи испускательного канала. Важны здесь жесткие соблюдения правил гигиены. Также я советую применять дегтярное мыло, мыться с дегтярным мылом, ну и, естественно, постоянное свеже дезинфицированное отглаженное протяженное белье. Факторы риска, способствующие развитию хронического простатита, существуют такие, как, например, застойные явления в органах малого таза, любые проблемы с мочеполовой системой, малоподвижный образ жизни, хронический запор, переохлаждение, естественно, применение алкоголя, табака и мясной пищи, вообще высокомолекулярных белков. О чем подробно я рассказываю, например, в лекции 9 причин болезни. И вообще все вот эти группы факторов, посмотрите эту лекцию обязательно, приводят к ослаблению иммунитета в любом случае, а это факторы, в том числе, говоря о нашей теме, которые могут приводить к обострению любых хронических воспалений, в том числе хронического простатита. Так вот, течение хронического простатита имеет волнообразный характер и разнообразные клинические проявления, ну, например, такие, как повышенная раздражительность, снижение работоспособности, утомляемость, расстройство мочеиспускания, да, учащенные позывы к мочеиспусканию или затруднения при мочеиспускании, ноющие боли в промежности. Причем часто бывают боли с и радиацией в прямую кишку и половые органы. А что такое радиация? Это распространение процессов, то есть, когда уже боли распространяются на рядом находящиеся органы, да. По мере прогрессирования данного заболевания нарушаются половые функции, отсутствует половое влечение и так далее, и так далее. Значит, в лечении хронического простатита самыми серьезными, самыми эффективными средствами являются фито- и фунготерапия. Это науки фитотерапии о лечебных свойствах трав, а фунготерапии о лечебных свойствах высших базидиальных грибов. Так вот, применение грибных препаратов и фитотерапии, трав, то есть, способствует, во-первых, ликвидации инфекций, регенерации тканей, да, регрессии воспалительных процессов, улучшает микроциркуляцию, соответственно, уменьшение происходит застойных явлений в организме. Также это способствует нормализацию кровоснабжения в организме. Грибные препараты также способствуют восстановлению функциональной активности предстательной железы, способствуют уменьшению явлений, астенизации, ну а также нормализации иммунной системы, да. Теперь мы переходим к непосредственной методике лечения грибными препаратами, и в конце будет заключающий вывод, очень важный, а также некоторые советы общего характера по питанию и прочее, которые также важно учесть. Если у вас терпят, что называется, хотя бы один месяц, нет серьёзнейших проблем, вяло текущие и так далее, то тогда первый месяц я всегда и всем советую пройти и проходить два раза в год любому человеку антипаразитарную программу. Почему? Не буду сейчас говорить. Посмотрите моё видео «Гриб-лисичка» и посмотрите вот это моё короткое видео, выжимку из моей длинной лекции по паразитам. И это тогда, если вы сочтёте это нужным и разумным, тогда вы сначала первый месяц пройдёте антипаразитарную программу. Но сейчас я как бы его не буду учитывать. И начнём с нулевой отметки, с первого и второго месяца непосредственно по лечению хронического простатита и аденомопредстательной железы. Тогда таким образом идём. Первый и второй месяцы. Первый препарат – кардицепс. В капсулах по две капсулы два раза в день. Первый месяц – это значит, что две баночки на один текущий месяц вам потребуются за 30 минут до еды, запивая водой. Стаканом воды лучше, конечно, водородной воды. А на второй месяц – три раза в день по две капсулы, чуть больше. То есть, вам потребуется на второй месяц три баночки кардицепса. Второй препарат – это шитаки. Водорастворимая форма. По одному сошёл пакету два раза в день. Соответственно, за 20 минут до еды запивая водой. Пакетик открывается, разрывается. Порошок высыпается в рот. Заранее приготовленный стакан воды на столе стоит. Чуть налили в рот. Буль-буль-буль языком. Размешали, проглотили и допили этим же стаканом воды. Таким образом, шитаке потребуется две коробочки на один текущий месяц лечения. На два, соответственно, четыре коробочки. Третье – это свечи шитаки и свечи агарик. Очень важно применять их вместе таким образом, что, например, сегодня на ночь вы вставляете ректально, разумеется, свечу шитаки. Завтра пропуск, послезавтра агарик, потом пропуск, потом опять шитаки. И так чередовать. Соответственно, таким образом первый месяц. Ну, а на второй месяц можно уже чередовать буквально через день. То есть, сегодня шитаки, завтра агарик, послезавтра шитаки, потом опять агарик. Без пропуска, без одного дня пропуска. То есть, свечи будут каждый день. Так, это второй момент. Третий – сбор трав с противовоспалительными и уросептическими, и мочегонными действиями. Ну, применяются такие травы, как толокнянка, брусника, таволга и зверобой. Их можно комбинировать. Также зверобой обладает противобактериальными свойствами. В общем, можно подбирать любой состав или. Или у нас есть готовый препарат – уролит. Две коробочки пойдет на день текущий месяц лечения. Соответственно, на два месяца четыре коробочки. А теперь переходим к третьему и четвертому месяцу. Тут мы некоторым образом корректируем препараты. А вот как именно. Третий и четвертый месяц лечения. Первый препарат – шитаки водорастворимый по одному сашепакету два раза в день. То есть, две коробочки на месяц потребуются. За 30 минут до еды по одному сашепакету. Второй препарат – веселка водорастворимая форма. По одному сашепакету один раз в день. Можно как раз в то время, когда нет других препаратов, когда они применяются, предположим, два раза в день, как шитаки. Например, утром и вечером. Тогда веселка водорастворимая форма. В середине дня до обеда. По одному сашепакету один раз в день. За 20 минут до еды. Нужна будет одна коробочка на один текущий месяц лечения. Рейши по две капсулы два раза в день начинать. Это в третий месяц. И в четвертый месяц по две капсулы три раза в день. За 10 минут до еды. Таким образом, рейши вам потребуются две баночки на третий месяц и три баночки на четвертый месяц. Что касается свечей, будет таким образом. Сегодня, предположим, на ночь ректально свеча веселка. Завтра пропуск. Послезавтра свеча шитаки. И также меняем, чередуем. Соответственно, по одной коробочке вам хватит на один текущий месяц лечения. Лекарственные растения, которые нормализуют половую функцию, которые тонизируют и улучшают микроциркуляцию крови. Можно самостоятельно собрать такой сбор, состоящий из молочая палоса, из имбиря, гингобелоба, каштана конского, донника, алоэ, левзия и ятрышника. Если подобрать травы и данные вам будет сложно, то вы можете также воспользоваться уролитом и в эти месяцы. Также по две коробочки будет уходить на один текущий месяц лечения. Значит, сбор лекарственных трав вообще можно использовать для применения внутрь, да, как я и говорил, но также можно в виде микроклизм. Подробно об этом я поясняю, рассказываю конкретные методики лечения в виде, в том числе, трав, клизм, микроклизм там и ванночек и прочего и прочего в мини-инфопродукте номер 4. Переходим к пятому-шестому месяцу. Здесь необходимо следующее. Веселка водорастворимая по одному саши пакету два раза в день за 30 минут до еды, то есть по две коробочки на один текущий месяц лечения потребуется. Шитаки водорастворимые по одному саши пакету два раза в день за 20 минут до еды, также две коробочки на месяц лечения потребуется. А третий препарат это рейши по две капсулы три раза в день. Это значит три баночки потребуется на один текущий месяц лечения за 10 минут до еды, запивая водой. Свечи чередовать таким образом. Сегодня шитаки наночеректально, завтра пропуск, потом послезавтра весёлка, далее пропуск, далее шитаки и так далее. Соответственно, по одной коробочке на один текущий месяц лечения. Необходимо каждые три месяца делать анализы, сверять их со старыми своими анализами, а также делать, проводить те исследования, которые были показаны и которые показали вам именно те или иные виды заболеваний, инфекции и так далее, чтобы смотреть тенденцию, введите обязательно дневник. Ну, например, левая колонка, то, что вам кажется, то есть субъективно правое, то, что точно вы видите, ощущаете в период прохождения лечения. Фиксируйте, записывайте, это будет очень важно в первую очередь для вашей же аналитики. Далее, после шестого месяца можно делать корректировки, но очень может быть, что этого будет достаточно, чтобы вы вылечили данные заболевания. Помните, после того, как никаких симптомов не останется, после того, как все анализы будут в норме, необходимо еще два месяца минимум для закрепления пропивать грибные препараты. Но тут можно будет скорректировать. В крайнем случае можете обратиться, есть у меня возможность консультации пока. Под каждым видеороликом внизу, если нажмете, еще и открываются ссылочки. В самом низу всегда стоит строчка консультации и ссылочка, где можно посмотреть на эти правила, как это можно провести. Теперь, важный очень акцент. Имейте в виду, исключите лектиносодержащие продукты хотя бы в период лечения, потому что лектины – это такие специфические белки в растениях, которые содержатся в определенных частях некоторых растений. Ну, например, часто и в больших количествах в бобовых, меньше в чечевице, больше в фасоли, например, тем более сои. Эти вещества служат для растений как бы защитой от их поедания насекомыми и другими животными. Так вот, лектины вызывают воспаление. Когда-то я обязательно сделаю, и уже своим зрителям обещал, аналитический разбор, который я часто делаю, особенно в последнее время. В данном случае речь идет про книгу «Парадоксы растений» одного кардиохирурга и трансплантолога, профессора. Об этом будет позже объявлено. Но учтите, что все посленовые исключите, все бобовые, но только лишь можете оставить, например, вареную чечевицу, а лучше, конечно, проращивать ее. Но обязательно не менее 6-7 суток тогда лектинов уже не остается в проростках. Это я пояснял в одной из своих лекций, где анализировал диетолога американского женщину одну, которая разбирала труды других ученых, связанных как раз с питанием, веганством, строением. Но я, дорогие друзья, внимание, хочу вам заявить сразу, что самый важный фактор здесь, который нужно учесть – никакого мяса и вообще высокомолекулярных белков. В первую очередь, не дай бог молоко-творок, тем более сыр. Это надо в первую очередь исключить. В крайнем случае, если вы не веган, этические, оставите яичные желтки, но не белки. И никакого мяса, естественно, никаких высокомолекулярных белков. Больше овощей, больше зелени, любой вид капусты, квашеная капуста, малосольные огурцы – это можно, авокадо, жиры, растительные только. Это такие масла, скажем, вакуумного отжатия, чтобы не было окисленных жиров. Это очень важно. Такие, как льняное, кунжутное, такие, как аргановое, например. Ну, это высококачественное, да? Ну, и этого достаточно. А вот авокадо в идеале обязательно, кедровые орешки и другие жиры прямо салат. Он очень калорийный, он никаких проблем не вызывает с печенью. Не волнуйтесь, кто еще не понимает тему вообще жиров, холестерина и так далее. Это в моих лекциях есть. Есть, кстати, я проанализирую скоро также интересные книги труды разных ученых по кето-диете. Конечно, там у них перегиб именно в мясную сторону, веганская и сыроедная. Кето-диета тоже вполне существует. Просто убирайте сладости. У кого есть такая проблема? Вообще, у кого в организме есть воспалительные процессы? Там, не дай бог, какие-то доброкачественные, тем более злокачественные опухоли. Об этом я еще одно видео выпущу скоро про лечение, общие принципы лечения онкологических заболеваний. То я вам скажу, что тут нужно убирать в любом случае сладкое. Хотя бы на 3-4 месяца. Ни мед, ни фрукты, кроме, например, темных ягод, типа черники лесной, черной смородины. Кислые ягоды тоже можно. Брусника, клюква. Брусничная вода. Это прекрасно. Но все. Максимум только это овощные соки. И то свекольно-морковный здесь подойдет, как сладкий и более ничего. Это когда вам совсем захочется сладкого. Никаких сладостей больше не применять в период лечения именно данного заболевания. Аденомы и вообще доброкачественных заболеваний. Тем более злокачественных нельзя, да? Итак, есть три глобальные задачи перед вами. Первая задача. Обеспечить организм вообще всеми питательными веществами, которые только могут быть необходимы организму, чтобы укрепить иммунную систему. И это обязательно посмотрите мою лекцию «Дисбактериоз», полную версию, 50-минутную. И я очень рекомендую вам учесть то, что я там говорю, в полной мере. То есть, применять вот этот фукус натив в гелеобразной форме. Применять сок пророска пшеницы. Применять спирулину только дикую. Вот эту конкретно. В какой последовательности, в каком объеме все рассказано в этой лекции. А также проращивать пророски, особенно амарантовые и кунжутные. Вот амарант и кунжут. Все я там про это рассказываю. Учтите, ну, по 3-4 столовые ложки в день. Например, неделю подряд кунжутные, неделю подряд амаранты. Это можно до еды, вместо еды. До салата прямо. Вполне приемлемо и совместимо. Очень важным фактором является в любой методике, системе лечения, тем более воспалительных процессов, тем более обменных процессов, аутоиммунных и так далее, это водородная вода, как мощнейший антиоксидант. Это водородная вода с отрицательным ОВП, то есть со свободными электронами, которые как доноры будут отдавать себя тем клеткам, которые лишились по каким-то причинам одной из пар, находящих по внешней орбите электронов, под воздействием свободных радикалов. И, соответственно, они будут разрушаться, клетки погибать. Или они должны откуда-то оторвать электроны. Вот эти свободные электроны из воды выпиты, и тогда и встроятся, поглотятся клетками, как бы возьмут, притянут себе электроны, восстановятся. Они не будут тогда погибать в том объеме, в том количестве, в котором бы погибали, если бы вы ниоткуда эти свободные электроны бы не взяли. Вот это очень важный фактор. Подробно я рассказываю об этом в своих лекциях по воде. И я советую вам хотя бы посмотреть ту лекцию по воде мою, где я подробно рассказываю о физико-химических свойствах воды, когда телевидение там один раз, ну, ко мне много приезжало. Вот данное конкретное видео советую. Второе – это видео «Чудо-вода творит чудеса». Просто отзывы людей, которые приобретали данные генератора водорода у нас и рассказывали о своих, соответственно, реакциях, изменениях буквально там через день, два, неделю, две недели. И обязательно, самое главное, последнее наше главное видео о новом приборе «Аквапэм». Это самый мощный генератор водорода и свободных электронов. Это видео обязательно посмотреть. Я советую вам приобрести эту книгу. Кто-то из вас вдруг смотрит меня впервые. У кого-то будут протесты. Мол, все это ерунда, ну, потому что они где-нибудь по телевидению услышали, что все это ерунда. Так вот тогда давайте следующим образом поступим. Если вы хотите что-то возразить вначале, прочтите книгу Гарбузова, доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». Ну, а потом попытайтесь что-то возразить, а также мои лекции посмотрите. Нужны будут исследования, научные статьи, пожалуйста, под видео будут ссылки. Так, это договорились. Учтите, это очень важный фактор. Это минимум процентов 20 к успеху только водородная вот эта вода. Главное, чтобы она была чистая, без примесей других газов и без примесей каких-то ни было металлов. Поэтому электролизный блок, мембраны должны быть покрыты чистой платиной. И вот этот фактор безопасности самый главный. Поэтому я и рекомендую вот этот лучший генератор Аквапен именно по этой причине. По группе причин. Рекомендую вам посмотреть мои лекции по лечебным грибам. То есть, вот, например, по веселке, шитаке. То, что я как раз говорил вам сейчас. Ну, есть еще лекции о Гарик, да? Посмотрите их тоже. Ну, ради, что называется, факультатива, кому интересно. Знаю, сейчас много людей ленивых, кто хочет сразу все в рожеванном виде получить. Уж куда более рожеванной. Я и так сейчас теоретическую базу, кстати, очень важную, которую каждый человек должен знать, потому что это его организм, его жизнь. И только лень вот эта поганая говорит, давайте только саму суть, много воды. Какая тут вода? Это жизнь, а не вода. Вот кто будет писать про много воды, я просто не буду ничего отвечать, я просто блокировать сразу буду, ну, банить, да? И все. Потому что мои лекции для разумных людей, а не для идиотов. Поэтому слушайте и будьте благодарны за то, что я даю ценную информацию. Действительно, реальные методы, способы, как избавиться от различных заболеваний. Кстати, что касается аутоиммунных заболеваний, посмотрите обязательно мою лекцию. Вот неизлечимая лечится, называется лекция. Там про излечение, например, аутоиммунного тереоидита, который в медицине считается заболеванием неизлечимым. Ну, вот женщина сама пришла, показала анализы, рассказала всю историю своей болезни и выздоровления. Это для примера тех, кто считает, что что-то не лечится, что вот медицина это все, больше медицины и выше ничего не существует. То есть, самый ортодоксальный, который не является, кстати, традиционный. И тут термины попутаны, с ног на голову поставлены. Потому что традиционная медицина – это фунга и фитотерапия, испокон тысячелетий идущая. А фарминдустрия медицины – это уже, извините, последние только десятилетия развивается. Ну, пусть сто лет. Есть там и плюсы, и необходимости определенные, но есть и колоссальный вред. И особенно колоссальная зацикленность, особенно у медиков. И это просто как снежный ком растет, а тем более с современным образованием, обучением новых медицинских работников. Что будет в ближайшее время, страшно просто подумать. Поэтому дело утопающих – это, как говорится, в руках самих утопающих. Имейте это в виду. В заключение, что я еще хочу порекомендовать. Дорогие друзья, вот этот мини-инфопродукт, про который уже касался, стоит приобрести. Это копейки, но там ценнейшая информация, которую надо совместить вот с тем, что я вам сейчас говорил по грибным препаратам. Потому что вы можете взять травы, либо те, которые я рассказываю, и как применять их в мини-инфопродукте, либо вот этот уролит, про который я говорил, да? Но если одно применяете, то другое не надо. Это выбирайте сами. Мы для удобства вашего сделаем полный набор, да? Чтобы вы не сами составляли у нас на сайте. Ведь все это у нас можно приобрести, все эти препараты, разумеется. И, соответственно, посмотрите у нас на сайте надгар.ру. И под данным видео, для удобства вашего, если вы нажмете слово «Еще», вот посмотрите, как это происходит. Вот где слово «Еще» находится. Я почему так говорю? Некоторые скажут, как с идиотами. А извините меня, каждый день пишут под всеми роликами. А где вот это посмотреть, найти? Вроде бы для человека фильм снял, да, видео, все понятно. А человек вообще ничего не хочет понимать или не понимает действительно органически. Везде говорю, посмотрите под видео, нажмите «Еще», «Показываем», «Бессмысленно». Вот «Еще» нажать, откроются ссылочки. И там обязательно есть, в самом низу индивидуальная консультация. Ссылочка на инфопродукт, ссылочка на методики, на грибные препараты, да, на наш сайт, на отзывы там о наших продуктах и товарах, да? И так далее, и так далее. Ну, изучите, посмотрите. На те лекции, которые я рекомендую посмотреть обязательно. Вот то, о чем я сейчас в лекции вам рассказывал, в данной лекции, в данном видео, все эти видео, которые я рекомендую, также под видео, по ссылочке, если вы нажмете, слово «Еще» откроются, и вы сможете их посмотреть. Не жалейте время на это. Это время пойдет в вашу пользу, в вашу жизнь. Буквально минута, может быть, вам потом сэкономят там тысячи минут жизни, добавят. Так что учтите это. Ну что ж, пожалуй, я задачу данную выполнил подробно, четко, ну, довольно-таки кратко объяснил вам суть, методику дал, комбинацию, ну и вот, собственно, наверное, все. Да, и я забыл указать еще две глобальные задачи. Так вот, первое – это обеспечить организм всеми питательными веществами. Это я все пояснил, где посмотреть в моей лекции, все рассказал. Вторая глобальная задача – убрать из своей жизни по максимуму все вредные факторы, которые объективно влияют отрицательным образом на наше с вами здоровье. Это что? Это моя лекция «Девять причин болезни». И самое начало, посмотрите, все эти группы факторов – это электромагнитные воздействия. Это все можно в какой-то мере поправить или улучшить, эти отрицательные воздействия в какой-то мере убрать, нивелировать, даже если вы живете в городе. Поэтому учтите, там каждый плюс важен, особенно если человек болен, особенно если серьезно болен. И третий – это как раз то лечение, о котором я сейчас вам подробно рассказал. Вот в этом и заключается системный подход, что мы учитываем по максимуму. Все разнообразие факторов – от питания, образа жизни, то есть учтите, что спать надо с 23.00 до 3 утра, это должна быть глубокая фаза сна в полной кромешной тьме, чтобы вырабатывался гормон мелутонин, который не только является важным для роста детей, но и противораковым гормоном, он также регулирует другие гормоны организма, и важен любому взрослому человеку, но вырабатывается он в должном количестве только при двух стечениях обстоятельств. Сон в этот промежутке времени и полная кромешная тьма, когда на расстоянии вытянутой руки не видно ладони. Учтите и это, учтите другие факторы, ну и посмотрите все то, что я рекомендую. А как посмотрите? В процессе просмотра выписывайте все на бумагу. Вот ставьте мою лекцию заново, повторно потом, эту лекцию на повторное воспроизведение, ставьте на паузы в процессе прослушивания, выписывайте своей рукой все нюансы, о которых я говорил. Тогда у вас будет готовая методичка своей рукой написана, а значит осмысленная, через подсознание она прошла, и уже будет совершенно, что называется, сознанием дела. Серьезный результат обязательно будет. Это проверено. Психологический момент данный также важен, о котором я сейчас рассказал. Ну вот, собственно, и все. Крепкого вам здоровья, здравомыслия. Ну и, пожалуйста, что называется, смотрите мои лекции, если вам интересно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, потому что только поставя, нажав мышкой на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на свою электронную почту, и не пропустите их. Посмотрите, интересно. Ну, нажимайте и смотрите. Нет, просто пропустите. Зато вы не пропустите то, что, может быть, потом о чем-то пожалеете. То есть, видео вышло, важная, вам нужная тема, а вы ее просто пропустили. Ну, собственно, все. Всего хорошего, друзья. Рекомендуйте мои видео своим друзьям, знакомым, коллегам, родственникам. Вам еще раз крепкого здоровья, здравомысля, и до новых встреч. Скоро увидимся, услышимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok